Привет, друзья! У меня на голове какашник, в руке сосисочка, и значит мы куда-то мчим. Куда мы мчим? Сегодня будет интерактивчик. Привет, друзья! Мы доехали до Чехии и сразу свернули в очередной замик. Так, в Чехии замки называются замиками. Их тут целая куча, мы их перевидали уже целый мульон, но они тут не заканчиваются, поэтому мы приехали смотреть мульон первый. Женщинки ему наваливает, смотрите, вообще жестко прям. Вон уже один лежит, и вон второй лежит. Это Чехия, детка. У меня в руках две пачки рыбы, упаковка палисорба и полотенце. Как вы думаете, куда я иду? Стоим в пробке австрийской. Мимо нас только вот пожарники и едут. Или кто это? Конечно, знаешь, в Европе намного удобнее ездить за рулем, потому что какие-то надежные здесь водители, адекватные, умеющие вести себя за рулем. Ты, может быть, уверен, что никакой мудель не начнет тебя обгонять там по правой полосе или заниматься какой-нибудь пиромантией. Пока выдалось сухих пять минут, мы решили себе чай на расплац сварить. Расплац – это вот такая парковочка. Здесь всякие лавочки. Ну и что-нибудь красивое можно поиметь. Вот гора, а вот там железная дорога идет. Наверное, старая. Привет, друзья. Сегодня мы доехали до Швейцарии. Да, мы едем в Словению через Швейцарию. Для нас это нормально. Да, Анатулась, для нас это нормально? Ну, короче, просто тут сейчас солнце, и поэтому мы здесь. Где солнце, там и мы. Вот так выглядит Швейцария. Высота где-то примерно 1800. Снег еще даже не думает, тает в некоторых местах. Швейцарские шпильки. Жестокие и беспощадные. Приходится держаться за все, что можно, чтобы по машине не мотало. Ать-ать-ать-ать. Вот так вот, да. Мы поселились на озере Кома в солнечном кемпинге. Поставили свои хоромы новые с видом на гору. Горабон. Кому опять не сидится на месте, и кто снова залез на перевал, тот я. Вот там внизу озера Кома. Вот на вот эту гору мы сейчас полезем. Пойдем заглянем, что там. Я еще сама не видела. Вот это я понимаю. Вот это нормас. Солнце садится, тени вырастают. Наверное, нам нужно до заката свалиться вниз. Потому что дорожка не самая приятная. Мы тут катаемся вдоль Кома. Едем к следующему треку. И ужасаемся обилию людей. Вроде сегодня рабочий день. Но бездельников таких, как мы, просто валом. Все сидят у кафешек, что-то жрут, пьют, катаются на велосипедах. В городишках на Кома очень узкие улицы. Тут пойди протисни. Сейчас мы мимо автобуса пытались. Вернее, автобус мимо нас пытался проехать. Чуть не застрял там в улицах. И это главная дорога. Я залезла на очередной перевал. С этой стороны не очень интересно. А с этой вполне себе ничего. Привет, друзья. Я не знаю, видно ли вам хоть что-нибудь. Лично мне ничего не видно, потому что я снимаю против солнца. Но я залезла на очередную гору с очередным видом. Как выглядит европейский кемпинг. Это наша палатка. Вот там туалеты душевые. Вот там бассейн. Вот там озеро Гарда его не видно. Здесь вот домики. В них тоже можно поселиться. У нас соседи рядом живут. Собственно, все. Вот такой мост мы сегодня пересекаем. Обалденный. Ты спросил бы меня, зачем я снова притащила тебя в Словению? Ну да. Вот зачем. И тут этого навала. Мы сегодня побывали на трех реках. И везде вот такая вода. Я решила ее снять на видео. Чтобы вы потом не говорили, что это фотошоп. Это реальный цвет. И когда я буду постить, он такой и будет. О, какую дырищу мы нашли. Это река. Она выходит на поверхность из-под земли. И потом уходит под землю же. Судя по карте. Я выбралась из дырочки. И что я тут вижу? Еще дырочку. Обалдеть. Дырочка на дырочке. Вы когда-нибудь видели саламандр, друзья? Вот так они выглядят. Красивые пятницы. Укусить может? Ну а что она мне укусит там за палец? Река Сочи. Она вот прям привлекает всяких каякеров, рафтеров. Их тут просто сотни. И это тоже настоящий цвет воды. Анатолич решил набрать водички чистенькой в реке Сочи, чтобы, значит, чаю сварить потом вечером. Вкусного, с чебрецом очередным. Пересекаем горный хребет через перевал. Тут валит снег вообще. О, снегоуборочная техника, пожалуйста. Прям, прям зима, елы-палы. Честно говоря, ехать на летней резине страшно. Периодически машину несет. Слушай, а там какой-то уклон обещают еще. В общем, нас остановил местный славян, едущий навстречу с перевала. Он сказал, что там дальше побились машины, резкий уклон и уровень снега очень высокий. Поэтому мы развернулись, поехали с перевала обратно. Не знаю, сейчас будем пытаться прорваться по другой дороге. Чтобы доехать из одной долины Словении в другую долину Словении, нам пришлось свалиться через небольшой перевал в Италию, потому что по Словении сейчас все перевалы закрывают из-за снега. А мы можем доехать вот к посуху. Наблюдаемая вселенная. Но мы придумали, что с этим делать. Чтобы не мерзла жопа, я вот сижу в палатке, у меня тут греется чаек. Вот тут стоят печенечки. Ну и я делаю бдительность. Вот так вот открываю палатку, выглядываю. Если там ничего интересного, закрываю палатку. Мы ехали в нужную сторону, в сторону Германии, но навигатор нам проложил маршрут через какой-то австрийский курорт. Здесь снега дофига, а сама высота где-то 1700. Но дороги чищены. Дорожка сейчас не самая приятная, потому что озеро разлилось, поэтому приходится лезть вот по стенам, держась, лезть вот по камушкам. Там поверху не пройти. Ну, сидеть на месте не наш метод. Мы нашли водопад, поднялись к водопаду, а озеро вон там. Городок практически вымер. Все люди поисчезали. Только мы такие с Анатоличем, два додика, прем с трека домой в кемпинг. У нас там немножко дальше находится. Поскольку на другой конец озера нельзя добраться никак, кроме как на лодочке, ну или минуя несколько горных вершин, которые сейчас в снегу, и на них нельзя подняться, мы вот решили сплавать. Надеюсь, не зря, да, Анатолич? По озеру Кёнигзи не разрешается перемещаться на лодках с бензиновым двигателем, который загрязняет воду, поэтому местные лодочки ходят на электротяге. Вот он, наш вчерашний водопад. Отсюда он кажется крохотулечкой. А само озеро так расположено, что мне напоминает норвежский фьорд вообще четко. Вы думаете, что мы сплавали на кораблике и поплыли обратно? Как бы не так. Так, мы вот уже нашли грязную тропу, лезем и вознаграждаемся видами. Я стою между двумя водопадами. Вот один. Тут какие-то писулы, они, видимо, высыхают. А вот второй. 470 метров, как написано на стенде. Вот как бедные китайцы должны понять, где женский, а где мужской туалет. Тут дамин, тут херин. И никаких значков у женщин или мужчин. Сегодня утром толпу китайцев в туалет вела я. И мужиков, и женщин. Похоже, ночевать сегодня мы будем где-то здесь. Вот с таким вот видом. Потому что до кемпинга осталось всего 3 километра. А дорога вниз не идет. Вот еще один найденный водопадик. Я принцесса. У меня на майке есть дракон. И я иду в горы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин